Либермани. Свободные деньги. Что это? Либермани это свободная децентрализованная финансовая система, основанная на существующих протоколах криптовалют с распределенной эмиссией на основе краудфандинга. Либермани это первая единственная обеспеченная криптовалюта, не подверженная ни дефляции, ни дефляции. Для кого? Для свободных людей, художников, музыкантов, программистов, которые хотят зарабатывать с помощью совместного финансирования своих проектов. Для вкладчиков в краудфандинг проекты. Для инвесторов, готовых приобрести валюту на начальном этапе. Для всех людей, желающих свободно оплачивать покупки, финансировать интересные проекты, создавать сбережения, инвестировать и так далее. Краткая аннотация. Здесь следовало бы рассказать о проекте его появления и так далее. Но это довольно длинная тема, поэтому я ее расскажу отдельно. Глобальная цель проекта Либермани это создать полноценную финансовую систему. Конкретные цели и задачи. Создать удобную площадку для самореализации с привлечением финансирования на основе краудфандинга. Создать удобную площадку для инвестирования. Создать надежные средства для долгосрочного хранения денег и подвижной инфляции. Создать систему для взаиморасчетов, передачи транзакций и создания контрактов. Про контракты поговорим отдельно. Создать платформу для полноценной финансовой системы. А главное вернуть правых людей на эмиссию денег за свою работу. Принципы. Открытость, децентрализация, устойчивость, анонимность, масштабируемость, надежность, однозначность. Возможности. Совместное финансирование проектов, инвестирование, венчурное финансирование, накопление, торговля, фриланс и прочее. Особенности. В отличие от существующих криптовалют. Эмиссия в LiberMoney производится только при создании новых общественно-полезных ценностей, таких как open source программы, технологии музыка, фильмы. В отличие от классической кредитно-финансовой системы, появление и движение денежных средств в LiberMoney полностью прозрачны. Подчиняется только открытым алгоритмам. Сумма денежных средств системы отражает совокупность ценностей в системе. Другими словами, все LiberMoney деньги обеспечены. Функционал сайта. LiberMoney.com – это площадка для работы с системой. Это сайт, портал, на котором будут следующие сервисы. В ближайшее время. Управление личными кошельками, управление сообществами и группами, управление своими проектами, финансирование проектов других участников. В дальнейшем планируется площадка для обмена LiberMoney на биткоины, рубли, евро, доллары и т.д. Чего не будет на сайте. Не будет привязки к социальным сетям. Не будет торговли товарами, которые позволят вычислить реального человека при передаче товара. И не будет всего того, что позволит найти реальное месторасположение пользователя. Как это работает? Если очень кратко, то LiberMoney – это NextCoin плюс краудфандинг. Майнинг. Для того, чтобы заработать денег, получить эмиссию, необходимо реализовать краудфандинговые правила. Разберем на примере. Чтобы пример был более понятным, предположим, что автор предлагает создать фильм. Автор ранее хорошо себя зарекомендовал. Есть примеры работы, есть сообщество, есть желающие помогать реализацию необходимого финансирования. И автор решает собрать необходимую сумму методом краудфандинга. Итак, какие этапы нужно пройти в LiberMoney? Первое. Регистрация. Необходимо зарегистрироваться в системе, завести кошелек. Второе. Сообщество. Если подходящего сообщества нет, то необходимо создать сообщество. Либо подать заявку на вступление в имеющееся сообщество и подождать одобрения от экспертов, от тленов сообщества. Третье. Проект. Необходимо создать проект-фильм, задать необходимую сумму, задать сроки сбора средств и сроки выполнения проекта. Четвертое. Сбор средств. После регистрации проекта все желающие могут профинансировать проект. Стать вкладчиками. Пятое. День окончания сбора средств. Если проект не наберет нужной суммы, то собранные средства автоматически возвращаются. Шестое. Выполнение проекта. После сбора средств автор получает деньги в свое распоряжение. И теперь главное это выполнить проект в срок без задержек. Седьмое. Окончание работы над проектом. После назначенного времени, когда проект должен быть готов, производится оценка. В течение нескольких дней происходит голосование. При этом оценивают проект как вкладчики, так и эксперты, члены сообщества. Восьмое. Эмиссия. Результатом голосования определяется коэффициент эмиссии, и автором вычисляется эмиссия от системы в качестве премии за хорошую и полезную работу. Эмиссия. Эмиссия зависит от нескольких коэффициентов и от собранной суммы. В частности, от интересов к сообществу, от результатов голосования вкладчиков и результатов голосования экспертов. На первых порах в альфа-версии системы для сообщества коэффициент будет равен единице. Таким образом, эмиссия может составить такую же сумму, как первоначальная собранная сумма. В дальнейшем коэффициент новых сообществ будет изначально равен нулю, и для увеличения этого коэффициента участникам сообщества придется добиваться положительных оценок от остальных пользователей системы. Размер каждого сообщества ограничен, поэтому экспертное мнение будет максимально адекватным. Прием новых членов сообщества и исключения из сообщества производится голосованием, как и выборы лидера каждого сообщества. Таким образом, мы получим много разных тематических сообществ, которые будут конкурировать между собой. Поэтому качество оценки проектов со стороны экспертов будет высоким. Формула эмиссии. Эмиссия – это собранная сумма на проект умножить на оценку вкладчиков, умножить на оценку экспертов, умножить на вес сообщества. Если вкладчикам не понравился продукт, который произвел автор, то эмиссия не производится. Если эксперты, члены сообщества, считают, что проект технологически выполнен плохо, то эмиссия также не производится. Это защищает от проекта пустышек. Если пользователи считают, что эксперты плохо оценивают проекты, то вес сообщества будет нулевым, и эмиссия за любые проекты в этом сообществе также производиться не будет. Таким образом, только полезный труд привносит новые деньги. И поэтому мы говорим, что все созданные деньги в LibreMoney обеспечены общественно полезным трудом. Ответы на вопросы. Есть несколько популярных вопросов, связанных с различными страхами. Если говорить кратко, то первое. Эмиссия новых в LibreMoney денег не приводит к обесцениванию уже существующих в LibreMoney денег. Второе. В LibreMoney предусмотрена комиссия, но она минимальная. Комиссию получает тот, кто сгенерировал блок. Третье. И главное. В системе LibreMoney деньги действительно обеспечены. Прототип. Здесь представлен скриншот NextCoin. Прототип пока находится в разработке, тем не менее, я его покажу. Система на данный момент выглядит так. Главное окно. Сообщества. Проекты. Пользователи. Транзакции. Первоначальная эмиссия. По расчетам на разработку потребуется примерно 1 миллион рублей. Для простоты расчета было принято решение принять начальный курс 1 LibreMoney равным 1 рубль. Поэтому первоначальная эмиссия составит 1 миллион LibreMoney. Или 1 мега LibreMoney. LibreMoney это краудфандинговый проект. Реализация разбита на этапы. Этапы разбиты на отдельные задания, каждый из которых является отдельным краудфандинговым проектом. Первоначальное финансирование идет разработчикам из виртуального кошелька с первоначальной эмиссией в 1 LibreMoney. Заработанными LibreMoney деньгами разработчики могут распоряжаться по своему усмотрению. Однако на начальном этапе необходимы ресурсы. Поэтому часть LibreMoney денег предполагается продать инвесторам. Поэтому мы ищем единомышленников, готовых инвестировать в проект и открытых для любых предложений. Узнать подробнее о проекте можно на сайтах LibreMoney.org, LibreMoney.com, а также в группах ВКонтакте и Facebook. Талисман проекта. Спасибо за внимание.